Итак, и дальше говорит Писание Ибо потому что не слушатели закона праведного Бога, но делатели, творцы закона будут оправданы То есть не тот человек, который просто слушает закон, он праведный пред Бога Не кто-то слушает его, но кто его делает И дальше говорит святой Павел, апостол Когда народы, потому что когда язычники, не имеющие закона, по природе законы делают То не имея закона, они сами себе закон Показывают, что дело закона у них написано в сердцах О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие на другого Итак, здесь как раз-то показывает, что как же, спросит человек, а как же там язычники, какой у них закон? Ну он говорит, ну смотри, бывает же, что язычник делает законное дело, например, да? Например, знает, что нехорошо воровать, отказывается от воровства, так? Бывает такое? Бывает Вот, а почему он отказывался? Он показывает, что у него внутри есть закон Сами себе закон имеют, так? В них есть внутренний закон То, что называется у нас богословие естественного нравственного закона, так? То есть голос Бога, совесть, которая говорит в душе Поэтому сказано, те, которые показывают дело закона, написанное в сердцах их Сосвидетельствующие их совести То есть в сердце, в глубинах духа человеческого есть определенные нормы закона Есть как бы те вещи, которые естественны человеку Они даются вне зависимости от обучения, понимаете? Они просто вложены в природу человека Они не просто вложены в человека Но им еще и помогает голос Божий, совесть Здесь она называется в Писании Синедесмус Вот, то есть идет речь о неком голосе Со-весть, совместная весть Весть человека, которая помогает ему Весть данная человеку, иная Что такое совесть? Совесть это голос андил-хранителя, говорит Святой Андреевичник Вот, совесть голос Бога, это Ямд Маскин Эти слова не противящие эту группу Потому что андил-хранитель не от себя говорит Он исполняет повеление Божие Он передает просто Он передает повеление Господа данное человеку И вот человек, исполняющий закон совести Он что делает? Он просто получает от Бога определенную весть Он получает от Бога определенные законы Этот закон, в нем сосвидетельствует Сердце говорит ему одно Совесть говорит, да, сердце право И дальше что вступает в действие? И дальше говорит И между собой рассуждения Они обвиняют или говорят в защиту человека Что это значит? Вот как происходит Здесь апостол Павел говорит Каким образом происходит действие Естественного закона в сердцах людей Совесть говорит Закон естественного говорит, сделай так Совесть говорит, да, закон говорит правильно Мысль человеческая говорит А дай-ка сделаем Да нет, я же правильно сделал Если это нарушил Поэтому сказано, что тут начинается борьба мыслей Одна обвиняет человека За то, что он нарушает закон А только говорит, ну дай-ка я найду защиту Я выступлю адвокатом сам себе Объясню, почему я так не делаю Ну вот Начинается такая борьба Но все зависит от воли человека Какой стороне он даст победу Так человека будет уступать Поэтому Если человек послушался совести Он сделал это почему? Потому что так захотел И только поэтому Мы можем вывести доброе дело Из особенностей воспитания человека? Нет Мы можем вывести злое дело Из особенностей воспитания человека? Вот бицепс-лиманьяк Почему убил Этих людей? Потому ли, что у него воспитание было плохое? Нет Потому что он так захотел Понятно? И только поэтому Понятно? Все эти разговоры Что там у него воспитание было не то У него было и то, не сё Это всё пустышка Человек отвечает за свои поступки сам Потому что он так захотел Любой поступок И добрый, и злой Происходит только от человека А и потому Человек за него несёт полноту Своей ответственностью Как бы мы ни вертелись Как у Жиловского ради часто бывает Знаете, да? Да вот у меня столько оправданий Да? Да у меня такая вот Такая звучит эта система Вот я потому-то, потому-то, потому-то Не выполнил заводь Божия На это говорит апостол Когда эти мысли будут проявиться? В день Когда по благовествованию Моему Бог будет судить Тайные дела человеков Через Иисуса Христа Вот все эти разговоры Размышления моих мыслей Да? Они выплывут наружу Слушайте, внимательно Что произойдёт так? Представьте себе Вот наступает судный день И Бог Вызывает человека Иисуса Будет судить Бог Отец людей Через кого? Через Иисуса Христа Сына Божьего Вот ему говорит Почему ты так поступил? А ну-ка, давай посмотрим И тут раз Из сердца выглядели Тайные рассуждения Да? Вся эта система, да? Вот Я Аргументация двух сторон Я должен был сделать так и так и так Мне говорили мысли Так-то-то-то-то И я Против них говорили мысли Так-то-то-то-так Так? То есть как бы Вот этот весь душевный процесс Он будет вывален наружу Где-то сюда, понимаете? И Господь говорит А чё ты себе врал? Понятно? А чё ты тут врал-то себе? Ты же сам знал, что плохо делаешь Ну ты видишь? Вот смотри Ну ты же сам понимал Когда ты делал Ты понимал, что ты врёшь Ты сам себе голову пудрил Понимаете? Мозги, поназавец, пудрил Ты сам себя обманывал А зачем? Не что человек будет отвечать? Скажите, пожалуйста Итак Итак, дальше говорит апостол Вот ты называешься иудеем И успокаиваешь себя законом И хвалишься Богом И знаешь волю Его И разумеешь лучшее Научаясь из закона И уверена в себе Что ты путеводитель слепых Свет для находящихся во тьме Наставник невежд И учитель младенцев Имеющий в законе образ ведения и истины Как же ты, уча другого Не учишь себя самого? Проповедуя не красть, скрадёшь Говоря не пролюбодействуешь Пролюбодействуешь Гнушаясь идолу, святотасствуешь Хвалишься законом А преступлением закона Бесчестишь Бога Ибо ради вас, как написано Имя Божье, хвалиться у язычников Обрезание полезно Если исполняешь закон А если ты преступник закона То обрезание этого стало необрезанием Итак, если необрезанный Соблюдает восстановление закона То его необрезание Минцель ему в обрезании Необрезанный по природе Исполняющий закон Не осудит ли тебя, преступника закона При писании и обрезании Ибо не тот иудей Кто таков по наружности И не то обрезание Которое наружно по плоти Но тот иудей Кто внутренне таков И то обрезание Которое в сердце По духу, а не по букве Ему и похвала Не от людей, но от Бога Так Апостол говорит Обращаясь уже Он раньше говорил уже Об язычниках Объясняет Почему язычник будет судим Почему он не сможет Оправдаться своими делами Так Потому что Он делает грех И за это будет осужден Богом Он приходит теперь к иудею Он говорит Вот ты иудей Язычник понятно Он был поклонник За что его с ним взыскать Это понятно Потому что он делает Тяжелые преступления Перед Богом Вот Ну ты ты иудей Думаешь Зачем мне спаситель Я и сам спасусь Тогда Павел говорит Ну хорошо Вот ты называешься иудеем Что ты называешься иудеем Вообще слово иудея Происходит от имени Иуда Кто такой Иуда? Иуда четвертый сын Патриарха Иакова От него пошло название Иудейского колена Самого большого племени Среди евреев И Иуда означает Хвалищий Бога Он стал первенцем Иакова по обетованию А не по происхождению Потому что первенец Иакова По плоти Рувим Был лишен Своего первородства Из-за Блуда С женой Иакова Вот Второй Второй и третий ребенок Сименон и Левий Был лишен первородства Из-за своей жестокости А вот четвертый Иуда Он получил первородство Так Вот И от него по плоти Происходил Христос От него Довица Происходил Вот И Иуда Иуда стал Родоначальником Предком Всего царского рода Иудеевского И поэтому Кстати говоря Весь еврейский народ Стал назваться Иудейским Поэтому ты имеешь Почетное название Хвалищий Бога Это однозначно Иудей Ты почиваешься Ты Покоишься на законе То есть ты как на диване Лежишься на законе Тебе легко Ты твердо знаешь Что тебе надо делать У тебя не нужно гадать Как мне поступить Вот у тебя есть закон Выполняй все Ты Хвалишься В Боге Что ты знаешь Волю И распознаешь Отличающийся Наставляемый Из закона То есть ты знаешь Волю Божию То есть ты хвастаешься Богом То есть что Бог тебя любит Ты хвастаешься Ты хвастаешься Что ты в Боге находишься А знаете многие возмущаются Как евреи Себя называют Богоизменным народом Ну Всегда Бог их избрал когда-то А почему этим-то обижаться В этом-то обиды нет Обижаться на другом Почему ты Почему ты будучи Выбранным Богом И против него мятеж поднял Просто с другом А не в том Что ты богоизменный Изначально Вот Потому что Бог-то имеет право Выбирать Кого хочет Так Избрание не предполагает Что тебе все с рук сойдет А наоборот С тебя больше Требованием будет Понимаете Да И вот Ты хвастаешься Ты на законе Ты хвастаешься В Богом Что тебя Бог избрал Здорово Молодец Хвастайся Ты знаешь Волю Бога Да знаешь Чистую правду Знаешь Бога Знаешь Его волю И распознаешь Отличающийся Наставляемый Из закона То есть Знаешь Что лучше Что хуже Потому что Тебя закон учит Ты даже Тонкости добра И зла Ты можешь На основании Закона делать Ты не просто Там грубо Вот это плохо Это хорошо Как человек По совести Живущий Так Ты можешь Тонкости добра И зла Как искусник Мастер Заповеди Так Все здорово Все замечательно И ты Более того И ты уверен Ты убежден Что ты сам Поводы для слепых Понимаешь Что значит Поводы для слепых Да Язычники Они слепые Они вынуждены Каким вот Знаете Вот как вот Человек идет Так на ощупь По темноте Вот так Язычники Они не имея Прямо выраженной Воли Божией Вынуждены Идти через Благодаря Своей совести А совесть Звучит очень глухо Почему глухо Потому что Они делая Зло Заглушают Голос Бог Ну тоже понятно Да Когда человек Чем больше зла Делает Тем у него Глуша совесть Поэтому они Так на ощупь Хуют А поводыри Для них Иудей Который четко Знает Что добро Что зло Поэтому ты Себя считаешь Поводырем Для слепых Здорово Все правильно Вот Ты Свет Для тех Кто на во тьме То есть Ты обладаешь Светом Закон Да Как говорит Царь Давид Закон твой Свет С тезям моим То есть Моим клеям Действительно Я по закону Проверяю Свои пути Так ведь Вот Я точно знаю Могу Как мы говорили Да уже Проверить законом Как они поступают Так или не так Вот сейчас мы книгу Притчи изучали Сколько там Практически Советы замечали Да Вот берешь книгу Притчи Тебе очень легко Возьми и проверяйся Так А К примеру Элину Там да Какого нибудь Не знаю Праведного китайца Кто решил Богу служить Как он проверить У нее что У нее кроме совести Другой подсказки Нету Вот И поэтому Ему приходится Как-то на ощупь идти А вот ему Для него Свет иудей Да все здорово Правильно ты так считаешь Ты себя считаешь Воспитателем Неразумным Наставником Невеж Воспитатель Ну буквально То кто Водит Невеж За руку Берет Невежду И учит Его Да Наставляет Вот Ты человек Заблудился Ты выводишь Своих Себя Да Ты чистая правда Ты учишь А ты знаешь закон Так здорово Знаешь закон Что ты Можешь Для у них людей Которые младенцы Как младенцы Не знают Где добро и зло Обучать их Тоже правда Так Господь тебе и дал Да Чтобы ты мог учить А тебе кому больше давно Больше и спросится Поэтому тебе дам закон Ты должен учить Невеж Которым закон не дан Чистая правда Ты имеешь Образ знания Ты знаешь форму знания Буквально У тебя У тебя есть четкая форма Знания У тебя знание Не расплывчатое То ли так То ли это А у тебя есть Абсолютно четкая истина Которую Бог открыл Ты имеешь Чистую правду Ты с этим хвалишься И ты имеешь Образ знания истины Настоящее знание Неподдельное И твердая истина Не какие-то Сомнительные правды Так как у каждого А вот четкая истина Так и есть на самом деле Где ты имеешь В законе Все это правда Говорит апостол Итак Апостол говорит Все здорово Ты так себя хорошо похвалил Просто загляденье Тебе только маленькое возражение А почему ты Уча других Себя не учишь Итак Хвалишься законом А преступлением закона Бесчестишь Бога То есть ты как-то хвалишься Закон делать А закон так нарушаешь Что этим образом Бесчестишь Бога Как это про христианина Вы понимаете Это можно сказать Про многих христиан Ты все знаешь Все здорово Только по преступлениям закона Ты бесчестишь Бога Потому что Про тебя сказано В книге пророка Исаии Ибо ради вас Как написано Имя Божие Хулиться у язычников Об этом говорится В книге пророка Исаии 52 главе Что теперь у меня Здесь говорит Господь Народ мой взят даром Властелям Иисуса Господь И постоянно Всякий день Имя мое бесславится То есть Имя Божие Бесславится поведением людей Которые Которые нарушают Повеление Господа Итак Дальше апостол говорит То есть Опять же Это не я говорю Говорит апостол Это не моя выдумка А это Библия Тебя сам Господь Честь пророка Обличают Ты так себя ведешь Что моя Ира Позорится Представьте Вот мы например Увидят христианина Пьяного Что скажут А вот Ваше христианство Какое Мусульмане скажут Или там Иудеи скажут Как свиньи валяете Как свиньи себя ведете Кого позовет Христианина Бога Да Он имя Христа На себе носит А его позорят И дальше апостол говорит Обрезание Это полезно Если ты закон будешь Делать Вот дан был закон Заповедь обрезания Который означал Что ты вступил В союз с Богом Ну полезно Но если ты Преступник закона То обрезание Твое сделалось Не обрезание То есть ты фактически Разорвал союз с Богом Понятно Если ты Преступил закон Ты уже стал Как язычник Потому что Главное Не телесное Обрезание Потом говорит апостол Если же Не обрезание Не обрезанный Требование закона Будет хранить То его обрезание Не Будет ли засчитано Как обрезание Представьте себе Иудей Ворует А язычник Не ворует Отказ от кражи Кто Править не поступает Конечно не язычник И вот здесь Он поступит Как обрезанный И мы вмениться Это как обрезан В исполнении закона Понятно Об этом кстати Господь Очень часто говорил Он говорил Через порока Моисея Через Иезекиилия Через Иеремию Он говорил Обрежьте Не обрезанные Сердца ваши То что обрезание Правильно Которое В душе Нужно срезать С души Возмущение Против Бога Понятно Необходимо Срезать С души Вот это Грех Вот в этом Суть обрезания Они просто кусочек От тела Отрез Почему они Как-то Такое обрезание Почему они Кусочек руки Отрезали Заповедь Господь Дал такой Знак Надежды На предшествие Потомка Авраама Семь Авраама Итак А мусульмане Так же понимают Как союз с Богом Нет А как Просто традиция Да Итак Если Необрезанный И будет Необрезанный По природе Исполняющий Закон Не осудит Для тебя Преступника Закона При писании И обрезании И то есть По природе Если вы необрезанный Он на суде Будет Судить тебя Как преступника Закона Да Потому что Хотя ты имеешь Закон Но ты нарушаешь Его Имея писание А человек Который Не имеет Закона Может исполнять Закон Здесь Феофан Затворный Говорит Что не значит Что Общеязычники Были праведнее Иудеи Здесь Господь Говорит Что В частном Случа Что Человек Который Нарушает Закон Божий Так Вот Он Хуже Чем тот Человек Который Его хранит Даже по совести Ибо Не тот Иудей Кто Таков По наружности Не то Обрезание Которое Наружное По плоти Но Тот Иудей Кто Втайне Таков И то Обрезание Которое В сердце По духу А не по букве Ему По хваланию От людей От Бога То есть По настоящему Иудей Вот тот Не тот Который Явно Знак Обрезанный А тот Иудей Который Внутри Таков Внутри Обрезанный Который От сердца Отрезан Грех Который В сердце Живет Закон Бога Понятно Как апостол Раньше Да Говорил Вот тот Настоящий Иудей Который Сердце Обрезан Вот Такого Чеков Какой хвалат Бога Бой И то Обрезание Сердце В духе А не по букве То есть Внешне Телесные Какие то Обряды Без Внутреннего Соответствия Никакой Цены Перед Богом Не имеют Ну И сейчас Понятно Да То есть Часто Там люди Говорят Так Какую бы Свечку Поставить Да Поставить Хоть Десять Тысяч Свечей Если Ты будешь Эти свечки Ставить Из ворованного Если Ты будешь Эти свечки Ставить Чтобы потом Безобразничать Свечки Кому Не нужны Абсолютно Напрасная Трата Денег Бога Таким Обманешь Понимаете Да Поэтому Говорит Апостол То Обрезание Истины Которые В духе Духе Святом Не по букве Которые Похвалы Не от людей Но от Бога Чтобы похвала Была не от людей Что ты внешние Обряды сделал Все нормально А от Бога Похвалы Что ты западе Выполнил Толкование На Евангелие От Матфея Стих 33 Еще Слышали Вы Что сказано Древним Не Приступай Клятвы Но Исполняй Пред Господом Клятвы Твои То есть Когда Клянешься Верно Исполни То В чем Клянешься Господу Ибо Если Нарушишь Клятву Будешь Осужден Стих 34 И Стих 35 А я Говорю Вам Не Клянись Вовсе Не Небом Потому Что Оно Престол Божий Не Землею Потому Что Она Подножие Ног Его Не Иерусалим Потому Что Он Город Великого Царя Поскольку Иудеи Слышали От Бога Небо Престол Мой А земля Подножие Ног Моих То И Клялись Сими Предметами Но Господь Воспрещает Им Это Впрочем Не Потому Что Небо К Идолопоклонству Поскольку Эти Предметы У Клянущих Са Ими Легко Могли Быть Признаны За Божество Как Это Прежде И Было Стих 36 Ни Головою Твоею Не Клянись Потому Что Не Можешь Ни Одного Волоса Сделать Белым Или Черным Один Бог Клянется Самим Собою Потому Что Не Зависит Ни От Кого А Мы Как Можем Кляться Своей Головой Когда Не Имеем Власти Мы Не Свои Если Жи Думаешь Что Голова Есть Твоя Собственность То Перемени Если Можешь Хоть Один Волос Стих 37 Ну Да Будет Слово Ваше Да Да Нет Нет Дабы Ты Не Сказал Как Жи Мне Поверят Он Говорит Поверят Если Всегда Станешь Говорить Правду И Никогда Не Будешь Божиться Потому Что Никто Так Не Теряет Доверие Как Тот Кто Часто Божиться Далее А Что Сверх Того То От Лукавого Божба Кроме Да И Нет Есть Дело Излишнее И Происходит От Дьявола Но Ты Спросишь Уже Ли Закон Моисеев Был Худ Когда Повелевал Клясса Знай Что В то Время Божба Не Составляла Худого Дела Но Божиться После Христа Есть Дело Уже Худое Подобно Как Обрезываться И Вообще И Удействовать Сосать Грудь Младенцу Прилично А Мужу Непристойно Мы Более Не Под Законом Но Под Благодатью Стих 38 Вы Слышали Что Сказано Око За Око И Зуб За Зуб Закон И Снисхождение Допустил Право Равного Возмездия Чтобы Не Обижали Друг Друга И Чтобы Обидевший Боялся Подвергнуться Тому же Чему Подвергся Обиженный Стих 39 А Я Говорю Вам Не Протився Злому Но Кто Ударит Тебя В Правую Щеку Твою Обрати К Нему И Другую Злым Называет Здесь Дьявола Действующего Посредством Бьющий Распаляется Дьяволом Итак Уже ли Дьяволу Не Должен Противиться Должен Только Не Обратными Ударами А Терпением Ибо Огонь Гасится Не Огнем А Водою Впрочем Не Думай Что Здесь Говорится Только Об Ударе В Щеку Нет Но И О Всякой Другой Обиде Стих 40 И Кто Захочет Судиться С тобой И Взять У Одежду Отдай Ему И Верхнюю Одежду Когда Поведет Тебя В суд И Станет Делать Тревогу А не Тогда Когда Просто Будет Просить Ее У Тебя Под Рубашкой Собственно Разумеется Так Называем У нас И И Поднее Платье А Под Верхней Одеждой Верхнее Платье Впрочем Эти Названия Иногда Употребляются Одно Вместо Другого Стих 41 И Кто Принудит Тебя Ити С Ним Одно Поприще Иди С Ним Два Что Рассуждать О Рубашке И Верхней Одежде Говорит Господь Самое Тело Твое Отдай Если Кто Насильно Потащит Тебя И Сделай Для Него Более Нежели Сколько Требует Вы Слышали Что Сказано Око За Око А Я Говорю Вам Не Протився Злому Евангелие От Матфея Глава Пятая Стихи Тридцать Восьмой И Тридцать Девятой То есть Когда Исполнилось Время Которое Назначено Было Для Питания Молоком Тогда Возвещена Твердая Пища Первое Послание К Коринфянам Глава Третья Стих Первый Послание К Евреям Глава Пятая Стихи С Двенадцатого По Ибо Сначала Учреждены Были Времена Отмщения Так Как Сперва Надлежало Отделить Их От Зла Когда же Правда Исполнила Свой Долг То Милосердие И Благодать Тоже Показывают Своё Дело Око За Око Дело Правды А Кто Ударяет Тебя В одну Щеку Обрати К нему Другую Дело Благодати И Поскольку Обе В том Что Предложили Для Вкушения Образовали Одно Непрерывное Целое То Через Оба Завета И Излились На Нас Обе Правда И Благодать В Этой Следующих Мыслях Святой Ефрем Обличает Еретиков Считавших Ветхий И Новый Заветы Противоположными И Потому Несовместимыми Первый Завет Для Умилостивления Убивал Животных Так Как Правда Не Допускала Чтобы Один Человек Умирал За Другого Второй Завет Устроен Кровью Того Человека Который По Своей Благодати Самого Себя Отдал За Всех Итак Один Был Началом А другой Концом Поскольку То Что Имеет Начало И Конец Совершенно Кому Недостает Разумение Мудрости Тому Начало И Конец Кажутся Различными И Отделенными Друг От Друга Но Для Исследующего Правильно Они Составляют Одно Потому Та Щека Присоединена К Щеке Совершенной Кто Ударяет Тебя В щеку Обрати К нему И Другую Прежний Завет В его Существе Мы Познаем Как Воду Но Если Соблюдаем Это То Пьем Как Вино Итак Один Завет Предлагается Нам Для Того Чтобы Мы По Забвению Не Вводили Чуждого Ему Другой же Служит К Преуспеянию Нашему Чтобы Мы По Заблуждению Не Делали Того Что Прошло И Посредством Того Что Добавлено Получило Как Бы Новый Цвет И Свежесть Подобно Воде Превращенной В вино Потому Оставив Недостатки Других Людей Будем Ежедневно Заботиться О Своем Духовном Преуспеянии Ветхий Ветхий Завет Сохранен Нам В Писании Для Того Чтобы Мы Не Забывали О Событиях В нем Рассказанных И Не Считали Ветхозаветное Откровение Отличным От Новозаветного Откровения Новый же Завет Дан Для Того Чтобы Оставив То Что Было В Ветхом Завете Несовершенным И Приходящим Мы Стремились К Высшему Совершенству Не Станем Думать Что Нами Сделано Что Либо Но Уверуем Что Все Создано Ради Нас Ибо И Заповедь Любить Врагов Мы Получили Ради Себя А Не Ради Них Господь Наш Пришел В мир Как Отрок Безоружный И Ни Одно Из Тех Ран Какими Древние Ослабляли Народ Не Причинил Им Но После Того Как Привлек Их К себе Победив Видимым Врачеванием Начал Прилагать К ним Духовное Врачевание Говоря Если Веруешь Поскольку Превосходил Всех Учителей То Что Дано Было В меру В мере Возрастало И Переданное Предшественниками Дошло До него Он Разделил Все Как Зрелый Плод Оставив Части С тем Вкусом Какой Сам Придал Ему Когда Своей Щекой Пострадал То Вместе С Заповедью Показал И Дело И Научил Тому Что Написано Кто Ударяет Тебя В щеку Обрати К нему И Другую Моисей Свел Их Со Ступени Обрезания И Поставил На Ступень Правды Не Ударяй Говорит Ближнего Твоего Неправедно Потому Что Если Он Ударит Тебя То Ты Взыщешь Господь Возвысил Их Со Ступени Правды И Поставил На Ступень Благодати Говоря Не Ищи Отмщения На Том Кто Ударяет Тебя В щеку Но Обрати К Нему И Другую И Так Кто Еще До Сих Пор Хочет Ударять По Моисеевой Правде Тот Погубляет И ту Правду Которая Научила Его Не Ударять Неправедно Израильтянин Прибегавший К Отмщению Конечно Получал Награду Так Как Тогда Долги Подлежали Взысканию И Не Был Достоин Порицания Потому Что Не Делал Неправды Не Думаешь Ли Ты Что Тот Кто К Основному Капиталу Прибавляет Еще Проценты От Этой Нашей Господней Заповеди Прощением Губит То Что Не Взыскал Этим Прекрасным Сравнением Награды Правды С Основным Капиталом А Награды Благодати С Процентами Наглядно Показывается Что Заповеди Нового Завета Отнюдь Не Исключают Собой Заповеди Ветхого Завета Ни В коем Случае Вот Награда За Первый Удар Сохраняется Для него По Необходимости Так Как Вследствие Него Он Потерпел Страдания Но И Награда За Второй Удар Принадлежит Ему Потому Что Он Обрек Себя На Него Хотя Страдания По Причине Его И Не Потерпел Итак Господь Освободил От Неправды Как И Моисей И Много Прибавил К тому Что Дал Этот Последний Следовательно Кто Прибегает К Отмщению Тот Несомненно Губит Награду Закона И Благодати Поскольку Не Хотел Корыстолюбцев Втайне Разоблачать То Своим Терпением Научил Их Сколь Великую Славу Приобрело Бы Терпение И Было Много Таких Которые Отмщали За Него Так Как Сам Он Не Отомстил За Себя Когда Был Прибит Гвоздями Креста То Даже Светило Своим Омрачением Сделались Отмстителями И Защитниками Его Хотя И кажутся Взаимно Противоречащими Приобретают Венец Воздаяний Итак Начнем С первой Ступени Великая Польза Тому Кто Не Неправедно Ударяет Ближнего Своего И Великая Награда Тому Кто Не Ищет На Обидчике Отмщение Принадлежащего Ему По Праву Великая Же Победа У Того Кто Обидящему Воздаёт Благодеянием Неправедно Не поступил Потому Не согрешил И Отмщение Не получил Поэтому Принял Воздаяние И Ещё Обильнее Дал Потому Увенчался Принадлежащего